Казахстанские вкладчики возвращаются к тенговым депозитам. Доля вкладов в нацвалюте превысила 50%. В июле банки привлекли с розницы срочных и условных вкладов почти на 700 млрд тенге. И больше половины депозитов, 58% от объема или 403 млрд тенге, составили тенговые депозиты, сообщает аналитическая служба Ranking KZ. В целом в июле коммерческими банками страны было привлечено вкладов на 14% меньше, чем в июне. При этом основной спад пришелся на долю юридических лиц, минус 18,5%. Физические лица, напротив, увеличили депозитный поток почти на 2%. Общий портфель срочных и условных вкладов на июль 2014 года превысил 7 трлн тенге. При этом депозиты в нацвалюте чуть превысили половину, составив 50,2%. В Казахстане по состоянию на 21 сентября в комиссию по легализации имущества поступило 1659 заявлений на общую сумму 12 166 млн тенге, сообщило Министерство финансов Республики. В том числе на легализацию заявлено 1799 объектов недвижимости стоимостью 11 695,9 млн тенге. Вместе с тем поступило 9 заявлений на легализацию доли участия в юридических лицах на сумму 470,4 млн тенге. Отметим, что пока в налоговые органы не поступало заявлений на легализацию имущества, находящегося за пределами Казахстана. Среди регионов республики наибольшее количество заявлений на легализацию имущества поступило в Алматы и Алматинской области. Третье место по активности граждан в этом вопросе занимает Костанайская область, а наименьшее число заявлений на легализацию за первые три недели акции поступило в Мангастауской области. Всего 7 заявлений. Всемирная торговая организация существенно понизила прогноз по росту мировой торговли на текущие и следующие годы. По новым оценкам аналитиков ВТО, темпы роста объема мировой торговли в 2014 году вырастут лишь на 3,1%, а не на 4,7%, как было заявлено в прогнозе организации, опубликованном в апреле этого года. При этом, согласно новым ожиданиям, в 2015 году прирост мировой торговли составит 4%, а не 5,3%, как прогнозировалось ранее. Данная динамика заметно хуже тенденции за последние 20 лет, когда в среднем объемы мировой торговли увеличивались на 5,3% ежегодно. Нестабильные темпы роста, а также сохранение серьезных геополитических конфликтов будут оставаться факторами риска для глобальной торговли, а также экономическим темпом роста во второй половине года. Конфликт на Ближнем Востоке является одной из причин, так как может привести к скачку нефтяных цен в случае, если поставки нефти из региона окажутся под угрозой. Вспышка вируса Эбола в Западной Африке также может сыграть свою негативную роль. До сих пор распространение болезни было довольно трудно сдерживать, и ее дальнейшее распространение может иметь серьезные негативные последствия как для стран Западной Африки, так и для других регионов. В этом году было довольно трудно сделать точные оценки по динамике мировой торговли в силу материализации этих маловероятных и потенциально высокозатратных рисков, отмечают аналитики. Греция не планирует обращаться за третьим пакетом международной финансовой помощи, заявил премьер-министр страны Антони Самарас после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Самараса, правительство намерено в скором времени опубликовать новый план экономических реформ. Европейские страны завершат перечисление Греции средств в рамках действующих соглашений в конце текущего года, а МВФ в 2016 году. По настоящее время с 2010 года Греция уже получила от тройки международных кредиторов Евросоюз, Европейский Центробанк и Международный Валютный Фонд два пакета помощи на общую сумму 240 миллиардов евро. Премьер-министр отметил, что правительство страны в скором времени предложит собственную структуру продолжения реформ на период после завершения действующих соглашений с кредиторами. И на этом пока все. Я напомню, все наши выпуски доступны на сайте 24KZ, а также в социальных сетях. Всего вам хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok